Канобу.ру представляет всю ночь фигачились в Бэтлнете, в Старкрафт 2. Слава, кстати, отработал мутой Бронзовая Лига! Короли Ладора вернулись. Бронзовая Лига, мутались к Павлу. Но тем не менее, новая неделя, новые релизы. Мы с утра в редакции с красными глазами и разбираем, так сказать, карту предстоящих игр. Для того, чтобы понять, на что вам не стоит тратить деньги. И на что потратить свое время. Неделя на этот раз очень насыщенная. И первый в виде релиз это, конечно же, ну все мы ждали новое DLC для Black Ops 2 Uprising. Да. Самый ожидаемый, конечно, аддон. Шутки в сторону. Конечно же, речь пойдет об аддоне к Dishonored'у Knife of Dunwall. Вы можете видеть его сзади нас. С 16 апреля выходит этот аддон. Стоить он будет в рублях непонятно. Почему-то пока только в долларах. То есть 9,99. Но в Microsoft Points цена уже известна. Это 800. А как вы знаете, цену в рублях определять очень легко. Делите примерно пополам. То есть в районе 400 рублей. Ну, скорее всего, в Steam будет такая же цена. В Steam тоже цена еще не объявлена. И для PlayStation 3 она выходит именно 17 апреля. То есть на день позже. Опять как бы. То есть консольный раздор, платформенная война продолжается. Да, да, да. Что нужно знать об этом аддоне? Вы играете за предводителя Ордена Ассасинов Даута. Это один из ваших соперников в оригинальном Dishonored. Вы его там убиваете. Ээээ, я не прошел еще! Вот, но можно не убивать. Неважно, но это же игра от создателей System Shock'а. Из этой же школы, кстати, вышли парни, которые создали BioShock. И вот судя по тому, как развивается история с аддонами, я думаю, что в BioShock'е скорее всего тоже нас ждет скорее всего история за другого персонажа. Ну, потому что глупо, согласитесь, играть за Девита, чью историю мы уже знаем настолько хорошо, что это все у него фактически фактически иллюзия. Скорее всего, за какого-нибудь тоже наемника. Там, если ты видел в игре периодически встречаешь такого наемника в фэшн красивой шляпе, и который периодически оставляет интересные записки. Возможно, за него. Но это я к чему? Что, 16 апреля у нас выходит аддон к Dishonored. Второй аддон к Dishonored обещают где-то в августе. Ну, примерно, да. То есть интервал будет минимум три месяца, чтобы люди смогли пройти и устаканились у них впечатления. И еще три аддона к BioShock у нас ждут в этом году. В общем, могу сказать, что год System Shock пацаны. В прошлом эпизоде мы со Славой зря, на самом деле, так небрежно обошлись к Саддонам, к Black Ops 2 Rising, который выйдет... Up Rising. Up Rising, который выйдет 16-го числа, кстати, тоже. Потому что, во-первых, там снимается Рэй Лиотта и Майкл Мэтсон. Вот. И тоже про зомбаков, по сути, Dead or Life, только в атмосфере Black Ops и, в общем-то, с тем же адреналинчиком. Я хотел сказать Left 4 Dead, да? Но там будет не только эта карта, там будет еще 4 новых для обычного качественного сетевого рубила. Так что, я думаю, Up Rising стоит своих денег определенно. Ну, небольших. Вот это что такое? А теперь вернемся к ПК Корням. И 19-го числа, в пятницу, выходит, ну, по сути, игра, которая характеризует собой ПК Гейминг, потому что это навороченная, сложная, отечественная, фэнтезийная стратегия. Вот это? Так это ж кодекс войны, чувак. Здесь устанешь, на самом деле, перечислять, что здесь есть. Это и Heroes of Might and Magic, и Disciples, Age of Wonders. Я название, кстати, сказал, игры уже нет? Не помню. Хорошо, повторим еще раз. Это игра Эодор. Мы о ней, кстати, рассказывали как-то в Can Be Life, даже приглашали разработчиков. Повод был, на самом деле, хороший, весомый. Они вышли на гринлайте, на самом деле, и это был, собственно, повод нашего сюжета. Да, успех. То есть, эту игру выбрали пользователи для того, чтобы она продавалась через Steam. И, собственно, релиз не за горами, 19-го числа, за 399 рублей, то есть, 400, если округлим, то есть, это дешман и ни о чем. То есть, эту цену обсуждать даже не стоит. И вопрос в том, хотите ли вы потратить на это свое время, и свое внимание? Потому что, как уже сказал, стратегия просто зубодробительная. То есть, она родом из 90-х и ранних 2000-х. Но сейчас 2013-й, чувак. Вот не знаю, я смотрю на это, и я в это играл уже в детстве. И платить еще раз за это 400 рублей вот лично я бы не стал. Да, но с тех пор таких стратегий поубавилось, и фактически их уже никто не делает. Вот, видимо, люди хранят традиции настоящего хардкорного ПК-гейминга. Поэтому перед вами сложная настоящая ПК-стратегия. Да, как сайт госуслуги.ру. Вот сколько может уместиться в одном кармане? На самом деле, Витя, очень много может уместиться целый огромный мир. И знаешь, почему? Потому что кошелек помещается. Ну да. и работорговля. Нет, на самом деле, на этой неделе выходит игра Fire Emblem Awakening. Ага. И вот теперь это для... Подожди. И вот теперь нам Слава сейчас расскажет про настоящие стратегии. Давай, Слава. На самом деле, Эодор по сравнению вот с этим это так... Потому что здесь, ну, во-первых, сотни часов геймплея, бла-бла-бла, тактические битвы, вы можете их увидеть, наверное, на этом маленьком скриншоте. Ну, собственно, экран тоже не очень большой. И онемеш, где по всему. Да, ну, вот это, наверное, единственный минус этой игры, вот эта анимешная наивность. Но, ты понимаешь, когда вот ты... Там реально очень сложные тактические битвы, очень комплексная ролевая система, и самое главное, когда твой персонаж умирает, то он умирает навсегда. Ты прикинь? То есть ты такой, такой, не-е-ет! Блин, и вот это просто ножом по сердцу каждый раз для фонад-файра. И опять же ты играешь. Размером со спичечный коробок стоит 2 500. Не 2 500, а 1 99... 1 899 версии для 3DS. И, кстати, сразу хочу напомнить, если вы загорелись этой идеей, ощутить настоящую тактическую ролевую игру, то специально к выходу Fire Emblem Nintendo выпустила специальный бандл из 3DS XL эксклюзивного синего цвета с такой гравировкой, такой, сует... Вот, и в комплекте там уже игра. За 20-ку. Нет, и стоит она 9 999. Ну, то есть, вполне нормально. По-моему, очень выгодная выгодная. Если вам некуда девать... Это передача Nintendo на диване. Да, если вам некуда девать 9000, вот так вот вы можете накупить себе аниме. Это все, что можно сказать? С другой стороны, нет, я могу сказать, потому что, если взять все мобильные стратегии, которые сейчас выходят на телефонах, на планшетах и прочем, то по сравнению, конечно, с Fire Emblem, они все полные фуфло, и по сути, если уж говорить о мобильных стратегиях, то вот это единственная настоящая стратегия. И я забыл финальную шутку. А у нас выдалась насыщенная неделя, и в этом выпуске у нас аж 4 игры, которые, в принципе, необходимо купить. Ну, уж какая аудитория, это мы разберемся. И главная игра по сути этой недели, главный релиз, это же, конечно, Injustice. Gods Among Us. Игра от создателей Mortal Kombat, и как минимум мы ждем от нее не меньшего адреналина, вот этого кровища, файтинга, и... Ну да, да, да. Ну, кстати, кровища вот я не помню, там, по-моему, ну, такого вот фаталити там точно нет. Но есть, естественно, всякие супергеройские добивания, потому что игра посвящена героям DC. Да. То есть там Бэтмен, Джокер, Супермен, да, Аквамен, и вся вот... Симен такой. И вся вот эта тусовка. Ну, кстати, по поводу вот отсутствия жестокости, например, у Аквамена один из супердаров, это... Ну, трейтинг тут тин, короче. Хорошо, он отправляет свою жертву на дно океана и скармливает акулу. То есть, возможно, да, там, вот это вот кости-дробилки, наверное, не будет, но в целом, конечно же, супердары там, ого-го, там, обрушивать планеты, там, ну, в игре принимает участие Супермен. И до сих пор остается открытым вопрос, как, в принципе, можно сражаться с Суперменом, и насколько это вообще легитимный файтинг после этого становится. Вот. Ну, я думаю, баланс, ну, как бы, подправили. И вот я, на самом деле, ну, как бы, не очень люблю комиксы, но в Injustice все равно поиграю, потому что механика Mortal Kombat веселая, и, естественно, это ж круто отфигачить супергероев, которых я не знаю. Ну, другое дело, что если бы ты играл не супергероем, вышел бы такой Вячеслав, моделька Вячеслава и фигачил бы всех супергероев. Ну, кстати, к вопросу о кастомизации. Релиз стоит отметить, российский релиз стоит отметить тем, что он выйдет вместе с дополнением Soviet Edition. То есть вы сможете перекрасить всех героев в советскую форму для того, чтобы, сражаясь, кричать за Сталина! Как видите, неделя выдалась богатая. Придется раскошелиться. В моем случае, в первую очередь, это, конечно же, Nice of Done Wall. Это примерно 400 рублей. Уже закладываем. Eador, я, пожалуй, посмотрю, это еще 400 рублей, 800. И, конечно же, Injustice, он стоит 1999, две штуки. Итого, будьте любезны, 2 800 на эту неделю. Нормально, у меня, походу, еще дороже наборчик. Knives of Done Wall я пропущу, потому что Dishonored не прошу. Стык и позор. Да, но я успею это сделать, и потом уже куплю, но не на этой неделе. Но я возьму Fire Emblem, это 1800, и Injustice, это 1900, и итога... Короче, 4 штуки на круг. Нормально выступит Вячеслав на этой неделе. То есть, смотри, это комплексный файтинг для вечеринок, весело, и тактическая стратегия, чтобы вот так вот сидеть, короче, такой, так ты... Ну, не знаю, просто у меня на том же 3D-с еще валяется Zelda, валяется Pokemon, и... Вот это ты зря сейчас сказал. А, Зуев, Pokemon, играет, Азаза. Над Покеонами смеется тот, кто в них не играет. И еще Dragon Quest. Ну, то есть, куда мне еще Эвеки? В общем, ну да, неделя очень насыщенная, надо прям выбирать, и деньги в кулачок-то. Именно. Ну, а суровые ПК-геймеры могут обойтись 400 рублями и играть в Ador. Там, кстати, геймплея часов на 300. Ну, как обычно. В общем, неделя началась. Хороших игр, хороших релизов. Это была передача Надо брать. Пока. Так, мы идем быстро в БТО. Короче, мульту, смотри, вот это мульта. Это, короче, смотри, ранний газ, ранний газ, и уходи сразу. Подожди, марики подширки где? Я не буду тебе марики подширки с юга или база? Марики подширки моя проблема. Если у тебя не будет металлистка, короче, мы просрём. Все просрем. Слава, опять нет газа, опять ничего нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова